Семейная трагедия разыгралась накануне на сцене одного театра. Там состоялась сдача спектакля по мотивам трагедии Луция Аннея Синеки, Медея. Критики были шокированы смелостью и неоднозначностью постановки. Режиссер перенес действия в современное время. Андрей Чумаков поделится своими впечатлениями от увиденного. Пара метров от зрительских кресел до сцены – это они чуть не больше двух с половиной столетий, отделяющих нас, современных людей, от той эпохи, когда жил и творил Луций Синека. Не верите? Тогда предлагаю вместе переступить эту незримую черту. С комарок с видеокамерой, палачи с балаклавами на лицах, мореплаватель Ясон, пытающийся докричаться до остальных героев спектакля, из противогаза. Вы что поверите меня? Смертью преданюсь! Режиссер на ладу! За происходящим на сцене наблюдают несколько серьезного вида парней. Явно гангстеры из Соединенных Штатов. По крайней мере, такими нам преподносили их режиссеры американских кинолент конца 70-х. А над всем этим сумбуром возносится речь, диалоги актеров – чистые, поэтичные, как в произведениях писателей классиков и школьной программы. Невинную он кровью не запятна. Он не брал меча, лишь издали глядел на ваше сонмище. Ты? Ты одна. Злодейство все задумало. Шкода 68-го года выпуска. Речь о ретромобиле на сцену заехала не случайно. Вернее, залетела. В буквальном смысле. Через окно пятого этажа. Ее поднимали сюда с помощью строительного крана. Режиссер увидел в иномарке символ, проходящий красной, как галстуки актера, в сюжетной линии сквозь весь спектакль. Не так давно машина олицетворяла благополучную жизнь ее владельца, а теперь превратилась в груду металлолома, как и отношения Медеи и Эсона. Отсюда и напряженная манера игры главной героини Татьяны Башковой, переходящей от нервных монологов на истеричное пение под аккомпанемент ее коллег-актеров. К слову, музицировать большинство из них не умело. Научились на репетициях. Немногим больше, чем за месяц. Режиссер Арсений Фогелев решил усилить их эмоции песнями из репертуара группы «Аукцион». Зацепила эта история как раз своей поэтичностью, потому что, собственно, ну, времена-то не поменялись. Да, поменялись какие-то образы. Это произведение дало какую-то возможность, возможность фарса, что ли, который был. Режиссерский фарс публика оценила, хотя в зале на сдаче спектакля присутствовали самые строгие зрители, журналисты и критики. Я считаю, что такой спектакль имеет право. Я думаю, что он будет нравиться молодежи, особенно той, которая не знает, кто такой Медеи и кто такой Есон. Я думаю, что, так сказать, спектакль этот будет жить. И нам, зрителям, те, кто захочет, будем разгадывать загадки, которые нам задал режиссер. Кстати, кроме сегодняшней премьеры у одного из главных актеров, Ивана Чирова, есть еще одно торжественное событие – его день рождения. Встретит он его на сцене, а это лучший подарок для артиста, как он сам утверждает. Вот такой подарок будет. У меня такой первый раз подарок на мой день рождения – премьера спектакля. Посмотрим, да. Надеюсь, надеюсь, не упаду в прямом смысле яйцом в грязь. Я не вернулся домой, не вернулся, повернулся, оглянулся. Мне, мне, мне повезло. Сдача спектакля, хотя и прошла под бурные аплодисменты первых зрителей, еще не означает, что на этом работа завершена. Судя по словам режиссера, после премьеры в постановку будут вноситься изменения. Андрей Чумаков, Иван Жалнин, телекомпания «Краснодар». Субтитры создавал DimaTorzok